Друзья, приветствуем вас на канале Криптокомманс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Почему торговая палата США назвала действия SEC незаконными и почему это очень важно? Binance закрывает свое канадское подразделение, ссылаясь на изменения, произошедшие в законодательстве. Венчурный капитал сделал в первом квартале 2023 года сделок на сумму 2,6 миллиарда долларов. Клиенты эфир выпускают важные обновления, так как в блокчейне за последние 24 часа произошло два крупных сбоя. И в завершении выпуска свежим взглядом на рынок посмотрит аналитик Джордж Танг. Оставайтесь с нами. Торговая палата США официально заявила, что считает действия SEC незаконными. Напомним, что в апреле Coinbase сделала смелый шаг, подав в суд на SEC. Криптовалютная биржа теперь получила поддержку от одной из самых влиятельных бизнес-организаций в мире. И такая поддержка может иметь значительные последствия за рамками дела. Итак, что это за открытое письмо, с которым выступила торговая палата США в поддержку Coinbase во вторник, 9 мая. Заключение Amicus или Amicus Brief – это юридический документ, подаваемый организациями, имеющими большой интерес в деле, стороной которого они не являются. Члены палаты имеют большой интерес к ясности в регулировании, и многие из ее членов являются компаниями, попадающими под законы о ценных бумагах США, которые могут быть негативно затронуты текущим подходом комиссии по ценным бумагам и биржам к цифровым активам, говорится в документе палаты. Группа по защите интересов бизнеса еще больше раскритиковала компанию SEC по регулированию, назвав отсутствие четких указаний незаконными. «Действия SEC – это не просто вредоносная политика, они незаконны, и последствия продолжающейся задержки SEC также серьезны по этой причине», заявила палата. Кстати, 4 мая суд дал SEC 10 дней для того, чтобы ответить на петицию Coinbase. И несмотря на то, что эксперты первоначально утверждали, что у регулятора рынка все еще есть пространство для маневра, чтобы отложить свой ответ, последний отчет Амикус, осуждающий задержку SEC, может разрушить любые такие планы с еще более широкими последствиями. В четверг, 11 мая, в твиттере юрист по ценным бумагам Джеймс Металлоунмен Мёрфи заявил, что аргументы палаты могут существенно повлиять на суды в судебной тяжбе. В своем твиттере он написал следующее. Суд с очень большой серьезностью примет аргументы, высказанные торговой палатой США. А главное, что самая большая и самая влиятельная бизнес-организация в США только что высказала, что поддерживает крипто. А бывший региональный директор SEC Марк Фагель заявил, что влияние может быть больше в политических кругах, чем в судах, добавив, что это также может заставить председателя SEC Гэри Генслера пересмотреть вопрос о нормотворчестве. Билл Хьюз, юрист консенсис, сказал, что хотя такое заявление возможно мало повлияет на судебные решения, все равно полезно получать заявления от известных компаний, таких как торговая палата. Это хорошо, что здесь высказались за то, чтобы государственное учреждение реагировало на общественное и бизнес-сообщество, отметил Хьюз. В любом случае, это отлично видеть, как к сторонникам крипто примыкают все больше и больше тем более крупных государственных компаний. Итак, Binance закрывает свой канадский бизнес. Крупнейшая в мире криптобиржа заявила, что через два года после того, как ей было разрешено работать в стране, она свернет свое канадское подразделение. Биржа упомянула недавнюю поправку в местном законодательстве, которая коснулась депозитов и покупок стейблкоинов на биржах. О своих намерениях Binance сообщила в Твиттере, сказав, что присоединится к другим крупным игрокам, которые проактивно выводят свой бизнес с канадского рынка. Биржа сообщила, что хоть это и небольшой, но сентиментальный рынок, на котором она собиралась продолжать работать. Однако на ее пути встали недавние решения канадских администраторов по ценным бумагам. Канадская ассоциация стандартов в феврале сообщила о новых правилах, которые обязывают местные биржи запрашивать его разрешение, прежде чем принимать депозиты в стейблкоинах или разрешать пользователям покупать такие активы. У надзирательного органа есть некоторые процессы по проверке соответствия, из-за которых процесс покупки стейблкоинов и внесения депозитов сильно затягиваются. Генеральный директор Binance Чемпинжао сообщил, «Мы откладывали это решение, пока искали другие разумные возможности защиты наших канадских пользователей, но стало очевидно, что их нет». В целом, подход Канады к крипто был достаточно положительным, и даже несколько традиционных финансовых учреждений в отрасль делали инвестиции. Страна также утвердила один из первых биткоин-ETF несколько лет назад, но недавнее изменение политики нанесло ущерб нескольким биржам, включая Криптоком. В течение последних нескольких месяцев Binance расширяла свой бизнес, получив несколько лицензий для работы в Дубае, некоторых европейских странах, Казахстане и Японии. Итак, венчурный капитал продолжает инвестирование. В то время, пока криптопространство страдает от медвежьего рынка, фирмы венчурного капитала все еще заключают сделки в 2023 году, демонстрируя, что пространство живо, с ним все в порядке, несмотря на криптозиму. Согласно криптоотчету от Pitchbox, за первый квартал 2023 криптокомпании привлекли 2,6 миллиарда долларов в ходе 353 инвестиционных раундов. И хотя это показывает, что криптопространство все еще активно, очевидно, что не так сильно, как это было раньше. Отчет показал снижение стоимости сделок на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, а также снижение общего количества сделок на 12,2%. Кроме того, в этом квартале был также зафиксирован и самый низкий объем капитала, инвестированного в пространство с 2020 года. В отчете также отмечается, что тренды были неоднозначными. Повседневные раунды выросли на 33%, а раунды поздней стадии выросли на 209% за квартал по сравнению со всем 2022 годом. Однако раунды ранней стадии снизились более чем на 16%. И хотя отчет и признается, что спад может продолжаться, в нем также были определены некоторые положительные перспективы для криптопространства. Данные говорят, что решения масштабирования второго уровня могут продолжить свое развитие, начатое с 2022 года. А помимо решений для масштабирования, крупные инвестиции в 2023 году получили и поставщики кастодиальных решений, такие как Ledger и Taurus. От себя добавим, что несмотря на все имеющиеся проблемы и сложности в рынке, индустрия продолжает и будет продолжать развитие. А данные действия и достижения станут огромной пружиной, ускоряющей дальнейший рост. Главное до него дожить. Итак, что там у нас с нодами сети ETH? Консенсус клиенты Ethereum, Prism и Teco выпустили новое обновление, чтобы исправить недавние проблемы с финализацией сети Beacon Chain. Сеть Ethereum дважды сталкивалась с проблемами финализации за последние 24 часа. Первый раз в течение 20 минут, а второй – более чем на час. Данные проблемы не повлияли на конечных пользователей и транзакции, но затронули стейкеров и разработчиков. Согласно заявлению Ethereum Foundation, для финализации работы блока Ethereum требуется около 15 минут. Окончательность относится к гарантии того, что блок не может быть изменен или удален из блокчейна, без сжигания не менее 33% от общего количества застейканного эфира. Ethereum client Prism объявила о выпуске исправления 13 мая. Релиз содержит необходимую оптимизацию для предотвращения чрезмерного использования ресурсов узлом Beacon Chain, в том случае, если в сети эфир происходит расколбас. По заявлению Prism, рост размера валидаторов и несвоевременная аттестация старых узлов нагружают процессоры узлов и увеличивают использование памяти. Релиз заставит узел игнорировать аттестацию для старой цепи и предотвратит проблемы в будущем. Ethereum client Teco также выпустил обновление 13 мая. Подобно выпуску Prism, это обновление фильтрует старые аттестации, которые вызывали проблемы в основной сети Ethereum. А тем временем Ethereum client Nimbus утверждает, что его пользователям не требуется критическое обновление. Интересно подметить, что Ethereum клиенты Lighthouse и Lodster не испытывали высокой загруженности из-за отличающегося дизайна. И в то время как другие клиенты консенсус уровня испытывали высокую загруженность ресурсов, клиенты Lighthouse и Lodster поддерживали сеть на протяжении всего инцидента на уровне 40-50% блоков, пока другие клиенты не восстановились и не завершили финализацию блоков. И завершает наш выпуск свежий взгляд на ситуацию по рынку от Джорджа Танга. Давайте послушаем. И говоря о скользящих средних. Посмотрите на эти 200 скользящие средние, выраженные на недельном таймфрейме. И это на самом деле является очень важным. Очень важно. Это нам с вами показывает, что биткоин повторяет предыдущие циклы. Посмотрите, 2015, 2019 и даже коронадамп. Используя 200-недельные EMA как фундаментальная база, как поддержка, как абсолютная поддержка. И даже несмотря на то, что биткоин ранее пробивался через нее, так это было в 2020, мы были чуть-чуть под этим уровнем ненамного. И с начала 2022 мы находимся под ней, но мы видим, что это довольно хорошо выглядит, хорошим уровнем сопротивления, и биткоин стремится обычно отскочить от этого. И делал много раз, особенно снизу. Мы с вами видим, что в 2015 мы как бы парили некоторое время над этой линией очень много месяцев. Аналогично было и в 2019. Да, у нас потом все восстановилось, но мы опускались под нее, потом отскочили, и по сути, чуть больше, чем один месяц. Это было в 2020. Это заняло несколько недель. Хотя я бы назвал это больше похожим на паническое падение. По сути. А сейчас мы прорвались над этим уровнем, и в настоящий момент мы делаем ретест. И таким образом, если мы повторим предыдущие паттерны, это будет хорошим сигналом, ретестом, прямо на уровне 25-26 тысяч, в итоге после которого мы уже будем готовы с вами увидеть финальное движение вверх. Спасибо, Джордж, за твое мнение и твой взгляд, тем более в таком крупном макромасштабе. И на этом у нас все. Мы желаем вам отличного трейдинга и замечательных выходных в эти теплые и солнечные дни. И, конечно же, до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова